В последние 20 лет сельское хозяйство в России получает масштабную господдержку. Благодаря этому с 2000 по 2022 год производство сельхозпродукции в стране выросло вдвое. А доля сельхозпродукции, выращенной фермерами, за этот период увеличилась с 3,2% до 16,2%. В 2022 году был поставлен исторический рекорд по сбору зерна – 157 миллионов 700 тысяч тонн. А площади российских виноградников уже превысили 96 тысяч гектаров. При том, что отечественное виноделие начало активно развиваться только в начале 2000-х годов. На сегодняшний день из российского винограда получают порядка 460 миллионов литров вина. Это позволяет обеспечить около 83% внутреннего рынка. При этом в России продолжается активное развитие сырьевой базы для виноделия. Ведь спрос на качественные и достаточно недорогие российские вина постоянно растет. В 2019 году был сделан серьезный шаг в сфере поддержки виноделия. Принят закон о виноградарстве и виноделии в РФ. Он является базовым для всех производителей. Сами виноделы также активно вносят предложения по развитию отрасли. Так, на первое чтение в Госдуму внесен законопроект, учитывающий интересы малых виноделок. Он позволит строить винодельни и объекты экотуризма на виноградно-пригодных землях и сельхозугодьях. И сделает виноградарство и виноделие наукоемкими отраслями агропрома. При этом уже сегодня государство готово предложить виноделам свою поддержку. И обеспечить их самыми современными достижениями АПК. Хороших вам новостей! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова